Процесс балдёрный. Сагар говорит, там будет вечеринка, там типа местные жители отдыхают. Приревновала, послала и заблокировала номер телефона, а он вообще здесь спал, даже и не знает, где эта вечеринка была. Люди здесь тяжело работают и конечно им хочется развлечений, ну и поэтому вот здесь такие лежат у нас визитки, с понятным смыслом и автомат. Вилку даже сжало так, что пришлось мне руками разжимать, чтобы встынуть колесо, что они делают в этих аэропортах, они прыгают что-ли. У меня то ли предчувствие, то ли настрой, что будет очень великолепный эмиратский этап у меня. Мне не нравится этот каштар. Короче, вот ко мне пришли. Украина. Приехал я в Эмираты, но не всё-то так просто, ну лежу, смотрю ко мне так смело, ребята подходят, я с ним ля-ля-ля, говорю английский, нет, говорят урду, я говорю Пакистан что-ли, они говорят да, Пакистан. Говорит, пошли ко мне домой, я такой, да нет, у меня всё хорошо, а потом думаю, да я буду ещё ехать в этой пустыне, люди, что я этот вот, и всё, собираю свои вещи и двигаюсь. Сам бы утром, я так быстро не собрался, но так как получилось такое приглашение, три минуты я готов. Вот это приключение, вот это я понимаю, на английском не говорят, не знаю, хочу узнать у них, как они меня увидели, чего они сюда пришли. Вот это, это круто. У меня ощущение, что мы как раз идём к тому месту, которое я смотрел, он говорил идём ко мне в комнату, оказывается это не комната, ну вот прям вот сюда идём, не судьба мне туда попасть утром, судьба мне туда попасть уже. Вот как культура, когда ты желанный гость, тебя прям разрывает. Это на самом деле, я бы мог приглашать, у меня эта палатка будет вообще крутая, ну посмотрим, кто где что. Мой друг не может быть, это на самом деле, я бы не мог отйти. Мой друг друге, два. Второй друг, хорошо? Привет, привет, привет. Привет, привет! Как� ты? Хорошо? Давай. Ты говоришь английский? Нет, нет, нет! Только urдain! И тут я обжёгся, ну как соблазнился, хотя что хотел, то и получил. Подсвечивают, обожаю пакистанцев, вот я уже забыл, какие они прикольные, берёт фонарик, говорит, давайте я подсвечу. Говорят, так это твоя кровать, ты будешь спать здесь, вот со всеми вместе тут ребятами, и как бы, наверное придётся, ну палатка у меня-то была покруче, конечно, но короче, во все тяжкие, так во все тяжкие. Короче, меня попросили уже выключать фонари, камеру, ну вечером, чтобы меньше привлекали внимание, сказали утром, всё будем снимать, покажем и конечно, пакистанцы, они удивительные люди, мне всё предлагают, в магазин готовы бежать, 80 раз меня уже спросили воду, круассаны, даже пиво предложили, всё именно, вот они, конечно, сердобольные и такие гостеприимные-гостеприимные, думаю, что молодец, что сюда пришёл, всё, выключаю, доброй ночи, спасибо, что смотрите, не забываем ставить лайк, подписываться, комментировать и делиться моими видео, мне будет приятно, и вам будет приятно, когда в мире будет больше людей, узнающих про такие необычные повороты жизни. Я в палатке просыпаюсь с видом не лучше, но тут я как никогда, кстати, соответствую. всю ночь плёнка шумит, всю ночь ветер дует, комары и мошкара кусают. Ну что, новая реальность, посмотрим, что и как сегодня будет. Ну что, я собрался, говорят, сейчас завтрак принесут, здесь тихо, спокойно, умиротворённо, хотя это неправда, суета. Люди, узнал здесь, живут, кто-то год, кто-то два, кто-то даже пять. Жалко, плохо говорят на английском, то я бы сейчас выяснил, что постоянно в таких условиях. Я не в, кто-то, ничего не будет, я не буду. Я не хочу сказать, что это было нормально. Мне кажется, что это было, я не могу. Как это было, я не хочу, я не могу. Как это было, я же умер. Всё, я не хочу сказать. Ваши дети, в городе, я не знаю, какое-то целое, что я думаю. Я не могу сказать, что вы, пожалуйста, дайте мне их. стул Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю, ну хотя по местным меркам, наверное, дороговато. Ну всё, говорят идём типа в этот... Так, вот мы идём в ту территорию, которую меня не пускали, но говорят, что оказывается, туда меня должны пустить с паспортом, при этом только мы можем пойти, остальные будут прыгать через забор, потому что у них чего-то нет пропусков, тоже не понимаю эту систему. Сейчас идём играть в крикет. Воскресенье, день игры в крикет. Так вот ребята, вот и сам забор с колючей проволоки. Вот в эту дырку они все прилазят, у кого нет типа пропуска. Они прям реально романтики, у них тут свои лазейки есть, какие-то явку по роли. Говорят, заходи сюда, возьми пропуск на один день. Я конечно поражаюсь, но тут меня... Эти говорят, нет, иди на ворота, на воротах, я думаю, что меня пошлют ещё куда-то. Вначале он говорит, я говорю, мне нужен пропуск на один день в эту зону, только онлайн. Я подключился к Wi-Fi, говорю, а какой сайт? Он говорит, а зачем тебе туда идти? Я говорю, в крикет поиграть. Он такой, где? Я говорю, ну внутри. Он такой, а он запрещён. Я такой, короче, мне надо на один день пропуск. Он такой... С таким жутким акцентом, я ничего не понял толком, понял, что он будет идти к воротам и всё. Ну по ощущениям, то что я научился не только слова слушать, но и как бы видеть, что человек несёт. Я понял, что он просто хочет от меня избавиться. А стоять о нём, уже третий раз спрашивать его один и тот же вопрос, на каком сайте зарегистрироваться онлайн, и получать странные ответы, я уже понял, что нецелесообразно. Ну иду, посмотрим, как будет сейчас. Ну что говорить, идти туда, спрашивай, иду опять. Доконал я всё-таки человека в окошке, он уже набрался терпения и объяснил мне, хотя я думаю, что глядя на моих товарища, он понял, что мы хотим, но объяснил по-человечески. Объяснил, что для того, чтобы мне зайти, это у них-то есть у некоторых, а остальные-то прыгают, почему? Потому что тебе надо оформить разрешение не просто так, если у тебя есть паспорт, а надо получить приглашение, это же всё-таки порт, и пойти в крикет поиграть, это весомый аргумент, но недостаточно, чтобы тебе дали пропуск. Ребята, там же и заряжаются, я понял, тут же и вода есть. Так что буду сейчас прощаться с ребятами и ехать, может оно и будет. Душевные ребята, говорят, давай полезли через этот вот, через забор, велосипед не где оставить. Значит еду, как раз сейчас у меня следующая, через километра два-три будет заправка, мне надо набрать там, что мне надо набрать, бензин. И дорога. Еду по трассе в доле рекламы, я буквально вчера проезжал в эти острова Пальма, это вот реклама. Красивая реклама красивых эмиратов, а у меня реальность немного другая, интересно, или смогу, или повезёт ли мне прикоснуться и к таким эмирам. Вот прям идеально, картина идеальна, реклама красивой, богатой, шикарной, роскошной жизни, вот за этими же бигбордами я и ночевал, несколько сотня метров. Ширма, кто его знает, нет, жизнь она просто такая, раз, 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 раз. Ну что, наконец-то приехал и... Вообще без лишних вопросов, надо бензин, давай тебе нальём, а я ещё еду, они мне качают, ко мне, ко мне, думали шутят, типа юмору. Я говорю, нет, мне как раз такие надо. Заправили меня на полдоллара, потому что здесь чуть, ну не чуть, а... 2.9 дорама стоит 1 литр бензина, при этом доллар стоит 3.67, и ещё не успеваю пересчитывать. И я говорю, ну типа давайте карточку рассчитать, спросил, можно ли карточку рассчитаться, они говорят, да, а когда я говорю, где тут рассчитаться, они говорят, да, там всего лишь там типа 1.7 дорама, всё нормально. Юра, спасибо ребят большое, ну а что я ещё скажу. Сейчас планирую, если здесь есть Макдональдс, а он вот есть, внутрь ворваться, подключиться к вайфаю и разобраться с интернетом, как-то мне его надо подключить. Так, где моё парк и место, джипы двигайтесь. 6 февраля, зима в Эмиратах, типа комфортный климат для того, чтобы сейчас и комфортное время года, чтобы путешествовать. Я при этом уже намазался и солнцезащитным кремом, и зачехлился максимально. Ну правда только ноги, надеюсь, что их наклон позволит им не сгорать. Температура 37,9. Ну что, у меня остался вопрос, когда я был с Агаром, он платит 30-10 долларов в месяц, и получает безлимитный интернет, но с очень маленькой скоростью. Как раз мне для публикации сторис этого бы хватило, но так как у меня туристический пакет, то мне пришли совсем другие тарифы, типа 100 долларов на 10 дней безлимитный интернет, ну скорее всего там со скоростью побольше, но 100 долларов на 10 дней, и я пока без интернета, а и Макдональдс приехал, обычно Макдональдс безлимитный интернет, тут он тоже, только 60 минут в день, и всё, он забыл. Писает, вы сегодня использовали ваш интернет? До свидания, соответственно я больше часа там сидел. Против ветра еду до города Абу-Даби, ого, песок сдувает, и надеюсь, там сейчас вижу, в центр офис мобильной связи и спрошу, как мне поменять на нормальный какой-нибудь дарифт, а не туристический. Так, пустыня, ветер, и дорога. Ноги горят, в штанах я конечно запарюсь, но я пока еду, начали подпекать, крематься с защитным маршем, и посмотрю, как будет дальше. Будет печь, надену штаны, я просто всё рассчитываю, что не сильно они будут горать. Вот так едем, хотя бы не прямо встречный, чуть-чуть легче, но всё равно немного под углом останавливает. Ветер, ветер, ветер. По карте я выехал из Эмирата Дубай, и вот заезжаю в Эмират Абу-Даби, и сзади стоял знак, говорит, говорящий, что приготовьте паспорт, приготовьте показать, какое это приложение скачанное, будьте в маске. Я понимаю, точка контроля в предъезде в этот Эмират, но вот про маску, ну ладно, ещё полпетли для автомобилистов наверное, и про приложение, я так ничего и не помню. Я в интернете читал, что у каждого Эмирата, тут внутри, свои правила и свои законы, чтобы они меня сейчас не развернули за приложением. Я не переживаю, ветер в спину будет, даже как раз против веда, ну не хотелось бы ни лишнего наматывать на ровном месте, идут по пустыне скучно. Да, вот и знак, полис чекпоинт, но также и знак, что фотосъёмка запрещена, поэтому я лучше не буду провоцировать, лишние вопросы к себе выключу и посмотрю, как проеду. Пропустили, повезло мне, ну во-первых, тут было человеческое отношение, и они такие, о, откуда ты приехал, как тебе едется, ну вот именно, как друзья были, вообще отлично, ну и так спросили, а тест у тебя есть? Я такой сразу опа, сориентировался, как раз по прилёту мне поставили тест, и это, по-моему, было три или четыре дня назад, вот, хорошо, что я долго не сидел в Дубае, он посмотрел на часы, не знаю, такой, говорит, добро пожаловать. По факту я заехал вот туда и всё, что мне ещё выяснять? Ммм, тут меня останавливают и говорят, у тебя приложение есть? Я говорю, нет, у меня зато есть тест, они такие, а чего ты сюда приехал, здесь только типа грузовики проезжают, я такой, ай, меня так направили, говорю, я ехал, ехал, ехал и сюда приехал, они такие, ну сейчас мы позвоним, мне нравятся их отношения, вот прям чувствуется, что они заинтересованы и вот они прям типа вот видят во мне туриста и как бы ищут компромиссы и чтобы как бы и соблюдать правила, ну и мне комфортно было, вот прям молодцы, позвонили куда-то, что-то узнали, проверили ещё раз мой тест и говорят, ну всё, счастливые дороги, я говорю, а могу ли я ехать где-то, не по хайвею, ну потому что здесь как-то, говорю, дискомфортно, он говорит, нет, только везде по всему, по всем Эмиратам, везде асфальт и везде хайвей, типа вот поэтому, едь и наслаждайся за жёлтой линией по обочине, говорит, вообще будь спокоен, всё в порядке, я говорю, да оно то сейчас в порядке, но хочется спокойненько и всё, продолжаю свой маршрут, конечно молодцы, трассу с двух сторон озеленили, когда деревья немного смягчают ветер, это классно, но ехать скучно-скучно и постоянно какие-то заборы, постоянно не в море не пробраться, и нет зон для отдыха, вдоль трассы, никаких там, типа для пикников, чтоб с общественным туалетом, с водой, со столиками, с навесами, я бы там уже приготовил, сколько что-нибудь, что-нибудь, у меня так створить можно, а не везде, . Ветер встречный не прекращается, по трассе ехать скучновато и тут кажется, первое что-то, куда я могу сворить, кажется, вот смотрю, въезд и нет поста контроля, поэтому я пробую, да-да, нет-нет, если это будет посёлок, ну слава богу, уже хоть посмотрю, как живут местные люди, а то я так не познакомлюсь, всё, не местные, здесь вроде бы не порт. Сегодня я прям устал, тяжело с этим ветром бороться. О, ребята в костюмах ходят, дороги засыпаны песком. Вот мне любопытно, смогу ли я быть всё тем же магнитом для знакомств, встреч, как обычно. Витя, вон парень куда-то едет, пристроюсь за ним, думаю, что он в посёлок так едет, да, класс, все-таки опыт, есть опыт и вот такое быстрое моментальное принятие, что ему нужно, оценка ситуации, они выручают, я уже был, развернулся, парень едет, мужчина, думаю, а, возможно, что по пути. Парень оказался индусским, не говорящим на английском, но слово супермаркет, пальцем в том направлении и всё, мы пообщались. Магазин нашёл, заехал и нормальные цены, на молочку не очень, что-то дорогая вышла, например, сыр типа сулугуни, 250 грамм, 4 доллара, после ирана дороговато, но зато меня мясо порадовало, килограмм говядины, обрезки, типа как гуляш, 7 долларов. 7 долларов, да, прям приятная цена и я подумал, надо брать себе сковородку и заниматься готовкой еды, ну жарить её, в магазине были сковородки и в принципе 23 сантиметра в диаметре, цена, а, тоже 7 долларов, но мне хочется чуть-чуть поменьше и полегче, потому что она такая увесистая. Темнеет, можно конечно упереться и дать ещё марш-бросок, но я уже купил продукты и хочу присмотреть себе какое-то место, встать и приготовить себе еду. Пермишель быстрого приготовления, но это сегодня в виде исключения. Хотел взять обычные макароны, но соли не нашёл, только большие пачки килограммовые, мне такое не подходит, куда я буду его с собой таскать. И у меня есть ещё яйца, их сварю. Что это такое? О, полиция. А вот и вода даже как стоит. Может пар какой-то есть, там осталось. И опять вода, похоже это как у мьянмарцев, что возле дома ставить воду, если кто-то проходит и пьёт, ну это типа поверишь, что хозяину будет хорошо. И это что ли вода? Я под вечер с радостью снял панамку и очки. А нет, здесь не вода. И достаёт мне место, где можно было бы приготовить. Автобусная остановка. Ну ведь круто. Молодцы. Приятно радует, что вот я в посёлках очень часто вижу подобные краны с водой, супер. И я пока еду, придумал выход из ситуации, если надо где-то перекусить. Во-первых, это же конечно на территории мечети, тогда очень удобно, есть и туалет и вода. Но что-то я сейчас еду и нигде минаретов не вижу. Зато вижу на карте через несколько километров, какой-то небольшой парк. Вот и проверю заодно, какие здесь парки, есть ли там возможность устраивать небольшие пикники. И вот мечеть. В мечеть я почему-то уверен, а вот парк проверить хочется. Есть уже, короче, хочется. Я понял, вот еду уже в мечеть. Раз я такой умный, говорил, что в мечеть можно не вопрос, но вот еду сейчас, проверю. Туалет женский, а беседки здесь нет, я рассчитал, что здесь будет, зато вот вода есть. Немного не так, как я себе представлял. Ну и ладно, не так, так не так. Здесь я расположусь. Хотел сказать, что мне везёт, типа мол, познакомился с человеком, который здесь работает в мечети, убирает и я у него, конечно же, пользуясь случаем, взял зажигалку, оказывается у меня нет зажигалки и поджег свою горелку. И пользуясь случаем, спросил, можно ли поставить здесь палатку, говорит, здесь вообще не вопрос. А потом думаю, а что мне повезло, я же сам приехал, заехал в мечеть, не мудрено было, что я встречу здесь кого-то из рабочих в мечети. Тоже из Пакистана. Сидишь, варишь яйца. Собираются люди, единственный вопрос, как на меня отреагируют, потому что я в шор, хотя нормально, я на велосипеде. Яйца сварены, теперь ремешель быстрого приготовления, вот-вот закипает, начался намаз, люди в машинах приезжали, побежали молиться. Уже совсем стемнело, люди уже выходят, многие ко мне приходят, подходят, спрашивают, не нужна ли мне помощь. Я говорю, нет, всё в порядке, говорят, ну если что, мы рядом, я говорю, хорошо. Наконец-то заслужены. Уже, мне кажется, начинается такой, эмират всё-таки поинтереснее. Уже, мне кажется, начинается такой, эмират всё-таки поинтереснее. Ну и понял, что надо съезжать с этой басой. Гоняться здесь не с кем, ну теперь, что мне куда-то поспешить, там конечно скукотища. А под вечер как-то прохладно становится. Уже, когда уехал от своих пакистанских друзей, начал кусать локти, думаю надо было лезть через забор, искать ими приключения, думаю опять, куда я гонюсь, вот куда я гонюсь. Опять попадаю в это состояние, когда и понимаю, что там типа 400, ну уже меньше, 300 с чем-то километров до границы, до куда я хочу доехать и возвращаться уже по пустыне. Я говорю, так 3 дня, 3 дня сам себе ставлю эти рамки по 100 километров в день, да что такое. Не-не-не, завтра опять сбавляю темп и еду вот через посёлки, смотрю по сторонам. До всех с людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова